Несколько лет эстоноземельцев пугали тем, что их государственный язык находится среди вымирающей языковой группы. Его статус был очень слабый. Но сегодня у филологов есть повод для радости. Новое исследование ученых присвоило государственному языку так называемый статус крепкого языка. Это понятие означает, что есть и работает технология языка. Есть хорошие учебники, в том числе и для высших учебных заведений. Эстонский язык развивается и находится, как указано в исследовании, в хорошей форме. Но исследование выявило и некоторые слабые стороны, над которыми еще предстоит немало работы. К примеру, статус эстонского в отдельно взятых регионах, где проживают носители другого языка, еще пока очень слабый. Внимание на то, что их дети выучили эстонский язык. Это, конечно, сегодня проблема. По словам Кертнер, есть еще одна проблема. В последнее время молодежь все меньше обращает свое внимание на то, что именно многоязычие – ключ к успеху. И у нас в стране уже выросло поколение, которое говорит только на эстонском, игнорируя как русский, английский, так и другие языки. И, увы, даже на рынке труда они находятся не в самом выгодном положении. Причем на эту проблему обратил внимание и Таллинн. И городские власти приняли решение, согласно которому в ближайшее время обслуживание гостей и жителей столицы должно вестись на трех языках – эстонском, русском и английском. Части города и Мерию люди обращаются и на эстонском, и на русском, и на английском языка. И, конечно, наше дело делать так, чтобы обращение к городу было бы им как можно удобнее, то есть, чтобы они получили все свои услуги, несмотря на того, на каком языке они к нам обращаются. Предстоит решить и вопрос с квалифицированными преподавателями – как эстонского языка, так и эстонского как неродного. Увы, пока их не хватает. У нас нет достаточно квалифицированных преподавателей эстонского языка, эстонского языка как второго языка и иностранных языков. И иногда школы, например, или курсы, в школах и на курсах работают учителя, у которых нет достаточно высокого уровня знания языка, и у которых нет методики, чтобы преподавать язык на высоком уровне. А вот сленг и изменение языка скорее нормы. Ученые считают, что паниковать тут не следует, ведь любой язык – это живой организм, и некоторые изменения для него норма, таким образом он развивается и меняется. И все мы должны быть терпеливы, особенно к желанию неэстонцев учить язык. Как отметила Кертнер, не стоит обращать внимание на акцент или остро реагировать на ошибки. Таким образом, можно очень легко отбить все желание учить язык и загнать человека в тупик. Гораздо лучше уважать его стремление и, наоборот, поощрять любые попытки неэстонцев говорить на государственном языке. Субтитры создавал DimaTorzok